Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме продолжается, и мы продолжаем тему искусства. Мы это Олег Пекай и Александр Шунин. Поговорим об уникальном проекте, который позволит, может быть, многим рижанам, во-первых, открыть для себя искусство мозаики, во-вторых, почувствовать себя сопричастными к очень важной миссии и к очень благородному делу, о котором сейчас нам расскажут как раз-таки гости. Это руководитель студии мозаики Вадим Верник. Здравствуйте. Здравствуйте. И Галина Максимова, директор Happy Art Museum. Добрый день. Добрый день. Может быть, ну вот сначала начнем с драматической вот новости о том, что был практически уничтожен музей, имеющий... Калинская коллекция, собрание... В общем, что мы... Я думаю, Вадим, наверное. Да, наверное, Вадим расскажет лучше. 26 февраля в городке Иванково, это под Киевом, в 80 километрах, в бой столкновения был уничтожен исторический краеведческий музей имени Марии Примаченко. Там хранилась ее коллекция. Она небольшая была, из 15 работ, но удивительным образом... Вот я 28-го об этом прочитал, и там, конечно, начал списываться, интересоваться. Ну, страшно было об этом подумать. Она душа украинского народа просто-напросто. Это в первые буквально дни войны, это значит, вот прямо, знаете, нанести такой очень жестокий удар. Вот. Но коллекция, слава богу, не пострадала. Ее предварительно, буквально вот там за несколько часов, директор музея просто сняла, скрутила. И когда снаряд попал в крышу, музей начал гореть, а люди прятались в подвалах, вот. Сторож увидел, что музей горит, побежал, значит, спасать все это дело. Ему присоединился какой-то Андрей или Игорь, тренер по фитнесу. И вдруг откуда-то появился еще подросток, имя которого не знают. Они выломали решетку, разбили окно и спасли эту коллекцию. Вот. Ну, а не все спасли, имеется в виду в целом музей. Там и керамика, и вышиванки были, и так далее. Это утрачено. Что сейчас вот предлагается для того, чтобы восстановить ущерб и вообще создать вот реплику этого музея? Ну, вообще этот проект, конечно, это проект, который задумал Вадим Верник. Я просто к нему подключилась, потому что мне показалось, что это очень важно. На мой взгляд, мы художники или представители культуры. Я, например, не могу так, как я хотела бы помочь деньгами или какими-то там другими транспортными средствами, чем-то другим в этой ситуации. Но мы можем помочь тем, что мы умеем делать. Это выставочные проекты, это поддержка художников, которые вынуждены были приехать сюда. И поэтому я подключилась к этому проекту и призываю всех остальных включиться в этот интересный проект. На самом деле проект уникальный, такого никогда не было. Мы будем делать большое количество... В итоге это будет целое панно из маленьких отдельных работ. Это реплики работ, фрагментов картин Марии Примаченко с удивительными сказочными львами, собаками и остальными сказочными животными. И сама идея проекта не просто в том, что мы сделаем эту мозаику и отдадим ее в дар этому разрушенному маленькому краеведческому музею, в том, что процесс создания мозаики – это такой медитативный процесс, как бы небольшая молитва об будущем Украине. И мы хотим еще раз привлечь внимание к тому, что самым бессмысленным и безжалостным способом сейчас уничтожаются культурные ценности и памятники архитектуры и музейные ценности. И каждый участник, который придет на эту открытую мастерскую и положит хотя бы один камушек, одно это стеклышко в общую мозаику, он просто привнесет общий вклад в то, чтобы началось какое-то... Как Вадим очень хорошо это сказал, ну, начало... Мы не говорим сейчас, мы как бы хотим, чтобы эта война быстрее закончилась. Начало возрождения, начало разговора о том, как это будет восстановлено после войны. Тут надо отметить, ну, почему настолько важно... Вот вы начали с рассказа о том, как спасали экспозицию этого музея. Почему эта экспозиция настолько важна? Кто такая вообще Мария Примаченко? Дело в том, что это известнейшая на весь мир художница, и она творила еще в прошлом столетии. И, в принципе, она известна своим примотивизмом. То есть, она равнозначно считается грузину Перасмани и Анри Руссо, французскому тоже художнику. Ну, и ей восхищались. Просто, да, да, да. То есть, она известна в Европе. Ну, да, ищет у полотна вот такого уровня. Да, конечно. Но в Украине она известна, очень известна, потому что она классик примитивизма. И я бы назвал, что это виртуальная простота. Не виртуальная, а виртуозная, прошу прощения. Это чудесные картины. Ей восхищался Пикассо, Шагал. Она считается, вот, как фольклорный такой художник народного примитивизма, душа украинского народа. Поэтому я говорю, что уничтожение – это первый культурный объект, который был уничтожен с начала этой войны. Началась с 1924-го, 1926-го был уничтожен музей. Поэтому это как некий такой некрасивый жест уничижения, принижения, то есть разрушения. Наш проект же направлен на то, чтобы вот мы от латвийского сердца, украинского сердца, пытаемся залечить эти раны. Вот чем мы можем? Мы можем просто вот этот разрушенный музей, которого нету, который вот распался на какие-то атомы, частицы, а мозаика – это тоже какие-то элементы. Вот мы соберем то, что мы можем в этих фрагментах и передадим в дар этому музею. Чтобы это как символический жест для начала культурно-исторического возрождения в целом на Украине и в музее, и духовная поддержка украинского народа. Вот в этом заключается. Но мы смотрим и в перспективу, потому что сам этот проект может послужить тем, что какие-то европейские структуры, например, заинтересуются и начнут, например, финансово помогать и просто восстановят этот музей. Откуда будут взяты эти реплики, то есть вот сами идеи, то есть каким образом будет воссоздаваться? Ну, реплики мозаик мы взяли, значит, они доступны и в интернете. У нас с нами работает искусствовед-художник Мария Зинькова. Беженка из Киева, которая сейчас находится в Риге, она нам помогла и с отбором материала, и как бы с искусствоведческой, со всех сторон активно участвует в проекте. Да, это ее часть работы. У нас команда, где каждый отвечает за свой небольшой участок. Каждый человек, который может прийти для участия в проекте, что ему нужно взять с собой, к чему нужно быть готовым, что он должен уметь делать, то есть должен ли он иметь отношение к искусству? Ему нужно взять хорошее настроение, добрый настрой духа и больше ничего. И желание, ну, ответственность такая внутренняя, такая позиция, желание, значит, положить хотя бы один камушек. А может и целиком создать вот фрагмент этой реплики. Вот. Только это нужно. То есть все материалы, все инструменты, абсолютно все мы подготовим. И, как Вадим сказал, можно приходить одному или с семьей, или с детьми. У нас будет детская студия работать по субботам. Это все можно найти на нашей Facebook. Мы сделали специально отдельную страничку «Открытая мастерская». И через эту страничку можно записаться на мастер-классы и участвовать. Там же расписание. Там и расписание детских мероприятий. Потому что параллельно будут идти еще детские рисунки с этой выставкой. Мы хотим, вот, мозаики, значит, подготовим. И дети, вот то, что они нарисуют. И выставка не посвящена войне. Мы, как бы, говорим уже... Она связана с войной, но выставка о мире, о послевоенном, обустройстве страны. То есть смысл какой? Погрузиться, вот, открыть в себе эту внутреннюю Марию Примаченко, стать соавтором, вот, так сказать, ее работ и открыть вот этот рай, мир. Если человек вообще никогда не имеет представления об искусстве, вот насколько, ну, ему, может быть, страшно, вот я сейчас приду, мне скажут, бери в руки, я не знаю, там, условно, или кисть, или там... Кто будет руководить? Конечно, конечно, но руководить будет Вадим и его ученики, которые уже несколько лет занимаются в студии Вадима Верника, они будут помогать в этом процессе. Там, конечно, будут и профессиональные инструменты, и профессиональная смальта настоящая, как бы, это такой дорогой, вечный материал. Но бояться нечего. Мы обеспечим, будут фартуки для того, чтобы можно было... В плане безопасности, чтобы не порезаться и так далее. Нет, будет профессиональная поддержка, поэтому бояться не надо. Вот, например, вы придете, получите работу, вам расскажут, как, и вы приступите, покажут. То есть в результате можно получить какой-то очень интересный опыт, и даже почувствовать себя каким-то сохудожником, сотворцом. Безусловно, это очень редкая возможность, потому что искусство мозаики, оно такое элитарное. И для того, чтобы научиться делать... Но это, понимаете, это не... Тем, чем занимается Вадим, это абсолютно профессиональное искусство мозаики. Это не такая, не аппликация, не по всем правилам классической... Правильно, Вадим, я говорю? Классическое, римское и... То есть это не хобби, и это не архаичное искусство. Потому что в нашей культуре есть представление, что мозаика – это что-то архаичное, древнее. Прекрасные современные мозаики есть. Но, с другой стороны, мозаика всегда тоже воспринимается, может быть, как часть какой-то... Интерьера? Ну, интерьера, да. Но что-то, что менее, как бы, чуть-чуть принижает мозаику, как... Мозаика бывает декоративная, бывает художественная мозаика. Мозаика, она разная. Но какая бы она ни была, нужно отметить, что именно в технике мозаики всегда воплощали самые высокие, самые богатые и самые большие ценности. Вот, например, в Нью-Йорке, в зале заседания, вот палаты вот этих, как они называются, представителей, да, у них огромная мозаика, например, там, Дети мира, да. Возьмем Францию, везде мозаика, в опере мозаика. Ну, то есть, ну, про советскую я даже говорить не буду, потому что она присутствует даже в самом мавзолее, да, кто там был, а кто не был, вот открываю, всё метро в мозаике выложено. Поэтому мозаика является абсолютно эксклюзивным, абсолютно ценным таким. То есть, в ней воплощают самое дорогое, самое ценное. То есть, когда возникает вопрос, из чего сделать для того, чтобы осталось на века навсегда, то приходят к мозаике. Вот византийские мозаики, которым по полторы тысячи лет, или римские мозаики, да, ведь это абсолютно эксклюзивные вещи. Они находились в богатых домах, они находились в публичных местах, там, где вот происходило всё самое важное, самое красивое. И таким образом мозаики, которые будут созданы вот в результате этого проекта, они тоже останутся на века в этом музее. Да, я даже больше скажу, что участники этого проекта, вот простой человек, который примет участие, мы же авторство сохраним, и будем выдавать в конце проекта каждому сертификат, что вот он является либо автором, либо частичным автором вот этого произведения в мозаике. И нас уже не будет, там, пройдут поколения, пройдёт там 500 лет, но в Иванково, например, на какой-то стене приедет, там, девушка с парнем, и прочтут, что вот эту работу сделала, например, Инесса Дрона 500 лет назад из Латвии. То есть она специально пришла, она шла время, она переживала, она думала об этом, и она это сделала. Уникальная возможность оставить след в вечности. И попасть в аналы музея при жизни. — Может, извлекательно это звучит, конечно. Более того, что для этого всего лишь нужно вот желание прийти, инструменты дадут, научат, обучат. То есть... — А кто-то наверняка ещё останется и станет учеником. — Кстати, вот как, если вдруг выразить желание кто-то... — Пожалуйста, ради бога. У меня вот намечается в конце июля выездная сессия, вот, воркшоп, посвящённый окнам и дверям. То есть мы в мозаике будем делать окна и двери. Как вот такое самопогружение в себя, рефлексия, и оттуда вынимать вот кто какие представляет из себя окна и какие двери. Какие окна мы смотрим и какие двери мы открываем. Ну, в мозаике. — А сейчас насколько мозаика популярна? Ну, скажем, не древнеримские виллы, а современные виллы новых латышских, там, условно говоря. — Ну, да, жилые помещения или офисы, или публичные места. — В Латвии эта культура очень слабо развита. До 2014 года она представляла интерес, поскольку приезжали россияне, строили дома в Юрмале, вид на жительство получали. А так здесь нет. Вот я занимаюсь, так сказать, студией культур-треггерств, неким рассказом о мозаиках. Кстати, извините, вот в Стокгольме золотой зал, вот где вручаются, ну, до 1956 года там вручались Нобелевские премии, а сейчас там просто проходит ужин. Это же весь зал выложен из мозаики. Там больше 19 миллионов элементов золотой мозаики, вот золотой конторелли. Вот вам, то есть, нельзя сказать, ну, вот, относительно Латвии, здесь мозаики нету практически, да. А, например, в Северной Европе, хотя мы тоже в Северной Европе, в Скандинавии, в Швеции, в Финляндии, и в Норвегии мозаика присутствует, и много. Почему, спрашивается, вот в каких-то странах? Мне кажется, что это влияние лютеранской культуры, и влияние вот этого, ну, такого, потому что изначально всё-таки мозаика, и заказчики мозаики, это были какие-то всё-таки храмы, и поэтому, мне кажется, что вот так, так, такое, такой ответ на вопрос. Да, частично, да, но ещё, как некое такое стереотип советского наследия, у многих людей есть представление о советской мозаике. В Юрмале вот есть мозаика, кстати, я, ну, тут присутствует, да, там вот, например, изображено из дорогой смальты в таких тяжёлых щитах, она, наверное, тонн 20 весит, эта мозаика в целом, там, метров 10, 12 квадратных, и она так уродливо сделана, значит, там вот работницы типа Угорского трикотажного комбината в валенках, в тулупах и в рукавицах едут на электричках в Юрмалу отдыхать. До сих пор висит, уникально. Жалко, если... Где это? Вот этот парк, как он... В Дзинтере приезжаешь, там есть вот парк, да, и вот от парка начинается улица, которая идёт в сторону Булдари, как эта улица называется? Ну, и вот, если от парка... Межа, по-моему. Ну, может, если взять от парка, то метров 100 вперёд, с правой стороны, там бывший пансионат, вот два здания и перемычка между ними. И вот на одном здании, так улицы не видно, за деревьями... Ну, сейчас перестраивают это здание, сохранилили мозаику. Там на перекрёстке, напротив МВДшного санатория. Да. Я понимаю, о чём вы говорите. Да, да, да. Ну, я пару лет назад был, фотографировал, её бы надо сохранить, но могут как бы и порушить. Даже вот она такая, там руки не стыкуются, локти, то есть... Да, в последствии в Меже он и есть. Уродливо. Но её нужно сохранить. Потому что это вот пример, вот как не нужно делать. Поэтому, может быть, и существуют вот эти страхи. А существует ли какой-то, вот я не знаю, каталог вот мозаики, вот которые можно, ну, у нас в Латвии, например, увидеть? Места вот просто собранная вместе информация? В Лепе на морском соборе мозаика, значит, это Флоровска. И здесь на кладбище, значит, мозаика Климова есть. А есть смешная история. Вот в строительстве метро, когда вот после войны там всё строили, строили, перестраивали, и там один из художников, значит, вот Сталина было много, да, прошло время, Сталина надо убирать. И они там так заработались, что вот оттуда-то пошло, это не анекдот, что Ленин стоит на мавзолее и, значит, в мозаике, да, и оттуда, значит, вот в параду что-то вещает. Да, это правда, это вот реально такая история. А политичную, позволю себе, мысль, вот если бы у нас такие выкопали метро, было бы много мозаики. да, Я смотрю, что просто нам показывает время завершать. Ещё раз напомним, можно в Фейсбуке найти открытая мастерская и найти проект, присоединиться к нему, доброе, прекрасное дело, посетить, остаться в истории и помочь воссозданию мозаики Марии Примаченко. Реплик её мозаики. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания. Радио Болткома